Как меня слышно? Как меня слышно? Как меня слышно? Хорошо, альфамдуллия. Сестры, кто был на прошлом уроке? Поставьте плюсы. Кто был на прошлом уроке? Кто вообще посещает каждый урок? Старается посещать. Сейчас пока ставьте плюсы. Одну секундочку. Сестры, вижу ваши ответы. Теперь, кто был на прошлом уроке и на позапрошлом уроке? Значит, у нас были темы. Тема у нас выгорания. Мы на первом с вами разбирали, как не выгореть. На втором мы разбирали, как планировать. Ну, иншаллах, будут менеджеры добавлять на YouTube-канал. К сожалению, это не от меня зависит. Вот, иншаллах, как добавится, вы сможете прослушать. Как загрузят на YouTube-канал, обработают и загрузят на YouTube-канал университета. То есть на YouTube-канале университета. Итак, сестры, да, и напишите, пожалуйста, у кого получилось как-то внедрить вот то, что мы с вами два урока разбирали. Если, может быть, есть какие-то результаты в этом плане. Сегодня мы с вами, иншаллах, уже подведем итоги этого, этих тем. Спасибо. 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 . Спасибо. , так. Хорошо. ни у кого ничего никаких результатов с первой темы разобралась кое-что получилось только одна мамина это сделала так хорошо сестры мы с вами разобрали то что как предотвратить выгорания да как не допустить то чтобы у вас была прокрастинация да вот но все мы люди всем мы можем давать слабинку а выгорание это про то что да когда приходит с запросами такими да что вот у меня там слабый я поклонение не могу должное внимание уделить поклонению вроде как делаю поклонение но они ощущают эту сладость потом потом бывает так что там не могу все никак начать там читать а да там или не могу наладить так чтобы начать какие-то другие поклонения да вот это уже говорит о том что если если вдруг уже а выгорание уже произошло потому что никто из нас не застрахован да от этого вот никто не застрахован а от того чтобы впасть в это выгорание да и если так уже произошло да ну вот уже получилось так а есть выгорание бывает оно разное она вот бывает там например в выгорание в учебе да а вот нет эфир не закончился он только начался вот поэтому а тут сестра пишет я тоже и продуктивнее стал планировка отлично меня мотивирует как так хорошо в конце дня ставить галочки спасибо вам за то что делитесь с нами таким полезными знаниями пожалуйста пусть будет на благо всей нашей уме но вот сегодня разберем это у нас последняя последняя тема будет да не последний урок а последняя тема на тему выгорания да вот что же делать если все-таки выгорание произошло в какой-то той или иной сфере и смотрите выгорание оно бывает разных видов выгорания оно бывает точечно например бывает выгорание в плане там домашних дел да вот ничего не хочется делать делаю все там заставляя себя ничто мне не приносит радости да раньше я делала и радовалась сейчас мне ничего не хочется вот хочется просто лежать на на диване и ничего не делать да но при том что друг другое я все могу делать например там сидеть в телефоне и смотреть там разные там ролики или еще что то то есть отвлекаться на телефоне я могу сидеть там целый день я не устаю да а вот как только я начинаю делать какую-то домашнюю работу все у меня сразу же усталость да то есть на бывает точное выгорание такое же выгорание бывает в учебе например да вот как я вспоминаю себя я раньше этот курс проходила этот курс проходила и все проходило а сейчас у меня вот руки опускаются да там вот я даже на один курс не могу записаться а у меня то нету времени идет сопротивление внутренне да а вот есть такое выгорание бывает выгорание там в работе да что человек раньше работал все хорошо все прекрасно и вдруг он перестает работать также и выгорание а бывает и у детей да кто например если знает ну видит да и там бывает приходит а раньше он там все с удовольствием все делал а сейчас ничего не делает да вот то это значит надо стоит задуматься об этом посмотреть найти причину и что это попробовать исправить это исправимо то есть это не хроническое какое-то заболевание но бывает так что человек в этом если он впадает в выгорание и если он сам себя из этого не вытаскивает то записи есть дорогие записи всех уроков я всегда делаю вот но я их не могу вам сразу же скидывать потому что я сначала их отправляю менеджеру там а ну как техническому до администратору она их обрабатывает вот и выставляет на youtube канал и после потом а они могут реклама здесь выставиться да что вот эфир который прошел у нас поэтому ждите они будут но они будут ну чуть позже от меня от меня зависит вот поэтому я все записи делаю хорошо ну думайте что даже если чуть позже вы их просмотрите иншааллах вот и нужно важно понимать да что как всевышний аллах в куране говорит да что я не поменяю ваше положение пока вы сами не измените себя то есть человек должен сам для себя решить и бывает так да что например когда приходит на консультацию и я вижу что человек не хочет работать он просто пребывает в своей то есть в своем выгорании он из этого выгорания выходить не хочет ему комфортно при том он встал позиции жертвы да она вот и все здесь уже ты ничего не сделаешь десять раз ты будешь призывать если человек сам этого не хочет да он не берет ты лишь увещеватель ты лишь можешь дать техники как-то разобрать сказать давай вот так вот так вот так надо сделать если она делает то да 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 все хорошо все идем дальше да выходим из этого положения а если человек сам не хочет то ну вы можете работать долго и упорно и это ничего не получится вот поэтому каждый человек должен для себя решить да что я больше так не могу вот у меня не получится больше да я больше так не могу сегодня я вам тоже буду рис рисовать и скидывать группу иншаллах но чуть попозже сейчас мы пока поговорим об этом пока немного разберем вот в конце я вам дам техники которые при помощи которых можно выходить из этого состояния выгорания если вдруг вы почувствовали что вы да вот у меня выгорание как понять да что что вот человек выгорел да вот как понять это что я выиграл потому что чаще всего могут путать выгорание с ленью это тоже мы об этом тоже с вами должны сказать дорогие сестры да что не нужно путать одно с другим поэтому чаще всего бывает так что могут перепутать что выгорание с чем с ленью да и да у меня выгорание там эмоциональное еще какой то но при этом я вот вот мне плохо я там вот это не хочу это не хочу но при этом смотришь на другое то что душе нравится на это все и есть и время и ресурсы поэтому важно вот это важно понять да что значит выгорание выгорание и в духовном первую очередь духовно да вот эмоционально когда вот духовно выгорает мусульманин ну какие причины мы с вами уже разобрали да что какие причины могут быть то есть взваливание на себя слишком много обязанностей а взваливание на себя слишком слишком много поклонений не скажу да потому что чем больше раб поклоняется всевышнему Аллаху тем для него это будет больше блага да но важно тоже понять знаете бывает так что вот у нас из крайности в крайность поэтому я хочу чтобы вы поняли это и поняли это правильно почему потому что важно понимать да и хадисты которые были от пророка над ними надо размышлять и размышлять над ними правильно потому что бывает так у нас же из крайности в крайность мусульмане бывает впадает и получается так что кто-то не делает ничего и говорит я боюсь выгореть вот если я на себя возложу там делать то-то 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 то я могу быстро устать и перестать поклоняться другие и же что делать другие усердствуют в этом да тоже припираются по этому поводу в плане того что 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 ничего страшного там и бывает что причиняют вред своему физическому здоровью да и это сказывается потом на эмоциональном и потом раз наступает выгорание и он думает а вот раньше я же этого это делал там и то есть со стороны мусульман тоже может быть укор в адрес этого мусульманина с тем что раньше он так много поклонялся так много делал и а сейчас он ничего не делает да вот то важно понять что это что это падает иман а падание имана это и есть выгорание и поэтому если смотреть на хадис от пророка саллилах алейхи вассалям да где он говорит передается от айши рада аллаху что однажды пророк саллилах алейхи вассалям вошел к ней в то время когда у нее находилась одна женщина да и он что он спросил ее как ну кто это и айша сказала да ну она сказала кто она это 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 и она стала рассказывать про нее да то есть описывать ее как она молится и пророк саллилах алейхи вассалям он в этот момент остановил ее сказал прекрати и должны вы должны вы должны делать лишь то что вам по силам да клянусь аллахом аллах не утомиться пока вы сами не утомить здесь да и не утомиться всевышний аллах здесь имеется ввиду что всевышний аллах не утомиться а а возда возда воздаянием да вам за благие дела пока вы сами не утомитесь делать это дело то есть здесь что идет здесь идет предупреждение о том что вы можете утомиться если вы будете делать то что вам не по силам и человек переходит от малого к большему сразу же переходить к большему брать на себя очень много и может произойти вот это выгорание да и конечно же стоит нам отметить да то что мы должны смотреть на свои силы и исходя из своих возможностей как я тоже всегда говорю да когда хочется и то и то и первое второе третье четвертое но надо смотреть по своим силам если у вас это не получится да вот поэтому то вы смотрите да уже она это у меня не получится я вот лучше вот так сделаю а это что это вы не отказываетесь от этого дела поэтому часто бывает так что у нас есть 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 такое понятие религиозный абьюз и он есть это не нужно отрицать да что когда мы друг друга начинаем вот это притеснение в плане того что а что то это не делаешь а что то вот они не получили а почему ты это не делаешь а почему то вот это не а вот если значит ты не делаешь значит ты там недостаточно да там если вы если кто-то делает а например вот так скажу вам да например кто-то держит пост дауда я знаю таких людей ахамду лилля кто-то держит пост дауда там через день держит просто ахамду лилля без проблем если на 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 физическое состояние это никак не влияет на трудоспособность это никак не повлияет ахамду лилля он может тот кто это делает а тут кто это не делает он не может его укорять в этом что а можно да ты просто не пробовал да ты просто не делаешь ты просто ищешь отговорки чтобы не делать это то есть такого не должно быть в нас да а и вы смотрите и думаете а я могу понедельник и четверг держать если не получается понедельник и четверг я могу три дня белые дни три дня белые дни держать кто-то вообще не может держать в силу своего физического состояния вот поэтому каждый смотрит на свои возможности да и у меня у меня была знакомая да сестра но она есть сейчас вот пусть она хранит ее ей вообще нельзя было по медицинским показателям ей нельзя было держать пост то есть для нее это было чревато тем что у нее сильная густая кровь а мы все знаем что в пост возможно мы ну можем не допить достаточное количество воды да то есть кто-то успевает это делать у кого-то это получается кому-то даже если он не допьет ничего страшного да там вот за месяц ничего такого не произойдет да но есть люди вот которым прямо вот это необходимо это норма да и она а вот сила того что ну вот все держат а я не держу и вот как то прихожу и все спрашивают а что ты не держишь ой да ничего страшного вот понимаете вот этот абьюз со стороны мусульман он не должен быть наоборот должна быть поддержка да и должна быть ну вот как выход из этого положения да вот и привело к тому что она держала держала и у нее оторвался тромб ну хорошо там альхамдулиля тромб она ну как бы сама почувствовала там был он в ноге и альхамдулиля спасти удалось она попала в больницу да ну то есть вот к чему это все привело это не это не к тому что да там все не надо было ей там делать там или это все это по воле Всевышнего Аллаха да но причины то если тебе Всевышним Аллахом было разрешено то есть у тебя есть оправдание ты можешь не держать этот пост и Всевышний Аллах нам не усложняет он нам облегчает если ты не держишь ты можешь выплатить кафара да там вот то есть есть у тебя все выходы есть Всевышний Аллах эти выходы тебе дал не надо себя перенагружать поэтому он что сказал прекрати должны вы делать лишь то что вам по силам вот поэтому но дело в том что опять таки же вторая сторона медали как я вам сказала да что сказать а мы делать должны то что нам по силам а мне это не по силам могут так придумать поэтому такого не должно быть если если вам это по силам не придумывайте себе оправдание что это вам не по силам хорошо то есть из крайности в крайность мы не должны переходить там как понять что у вас выгорание выгорание я общее буду говорить вы там сами для себя если хотите да там подчеркиваете что то еще да то есть как понять самостоятельно причины что у вас возникло это выгорание да то есть что что такое вообще вот выгорание да и если вы заметили у себя это выгорание то как мы из него будем выходить да вот во первых это первое да это истощение то есть если человек ощущает да что вот у него мы с вами разбирали да что такое стимул что такое мотивация да вот если человек ощущает на себе да что у него вот нету никакого никакого никакой мотивации да вот его ничего не мотивирует понимаете то есть бывает бывает приходили на консультацию которые после совершения намаза ну просто они выгорели упал иман упадок имана и вот там прочтение аятов да что вот за это будет наказание никак на него не на на эту сестру оно никакого воздействия не имеет да все что мы будем говорить а да вот все и сердце там больное и все остальное и спишем кто-то даже сразу же спишет на неверие это неверие это правильно да но что мы должны делать помните как мы учились с вами на уроках насыха мы что должны сделать мы должны сделать все чтобы помочь ей выйти из этого положения мы должны сделать все чтобы взять все причины для облегчения этой сестре ни в коем случае ее больше туда не затянуть своим негативом а я вот вижу да что например если видят что сестра например сняла хиджаб раньше носила сейчас сняла хиджаб что делают другие сестры которые остаются в этом поклонении в хиджабе да они начинают эту сестру то есть поносить поносить и что да вот и кто-то даже выводит из ислама то есть начинает откорбление и все остальное что мы должны сделать в таком случае наоборот мы должны сказать что если не хочешь говорить причину можешь не говорить причину там может быть она захочет вам открыться и сказать вот я там ну вот ну вот не могу я там или что-то какие-то причины может быть а я всегда вижу причину причину что упадок имана и это как следствие уже от выгорания поэтому что-то где-то была чрезмерность не по силам было и поэтому человек начинает убирать то что то что он думает что это ему мешает и думает что если он это уберет ему будет от этого легче почему потому что вот например когда сестра которая пришла которая бросила совершение намаза ну альхамдуля она потом вернулась вот и что получается да вот она говорит вот мне тяжело там вставать рано утром поэтому я там просыпаю утренний когда утром я встала у меня куча дел которые она на себя взвалила то есть нету вот этого четкого планирования да вот я не успеваю восполнить его думаю ну я не восполнила потом когда наступает время обеденного у нее там тоже куча дел которые она на себя взвалила да а вот то есть нету вот такой хаотичный образ жизни да нету четкого порядка вот и потом когда мы стали раскладывать по полочкам да все дела и вот прямо расписали по часам поминутно что мы будем делать потому что человек когда вот это очень хороший показатель да когда человека волнует значит у него еще что-то осталось но все же по воле Аллаха дорогие сестры поэтому всегда делайте дуа Всевышнему Аллаху чтобы Аллах не оставил вас на этом пути да чтобы вы не сбились с этого пути потому что ну если Аллах запечатает сердца то это сердце ты не откроешь да я всегда когда вижу если приходят на консультацию и их это волнует значит альхамдулиля значит просто тут ну вышло вот так вот человек бывает на себя взваливает то что ему не по силам и с этим просто нужно разобраться это представьте все равно что вот вы находитесь в одной комнате да и у вас много-много-много вокруг вас мусора его вот вы вот чувствуете себя что на ну надо мусор убрать но его так много что вот я не хочу убирать да вот мне в тягость потому что его очень много но никто не задумывается да что если ты будешь убирать по одному пакетику то в конечном итоге что получится что его нету этого мусора а если ты будешь сидеть без ну ничего не делая и думать ну ну вот мне тяжело его убрать вот не хочу я его убирать вот его столько много что вот кажется это недоступным да что он уберется и поэтому человек не делает оставляет на потом то есть что делает прокрастинирует оставляет на потом и но но когда человек понимает что это мусор это плохо его нужно убрать то это уже хорошо потому что есть те кто да кто ну мусор и мусор ну ничего страшного ну несовершенном а зато я же как бы в душе верю там или там ну не делаю я это ну не ношу я хиджаб ну и что зато я же сам хороший ну сама там хорошая да в отличии начинается понимаете друг друга начинается укорение почему потому что она говорит мне была девушка которая сняла хиджаб вот вот ну то есть она как бы ну она отказалась от ислама вообще вышла из ислама но она вернуться так и не вернулась для меня конечно же это очень болезненно было но я всегда говорю то что таково всевышний Аллах запечатал сердце ты не сможешь открыть пускай ты даже будешь очень много над этим работать делать много причин ты открыть не сможешь вот но дело в том что она сказала очень умную вещь и в этом я с ней солидарна и согласна да в том что она говорит вот вы знаете говорит но у нее очень такая грамотная хорошая речь и она говорит вы знаете я в отличии от тех вот ваших мусульманок я уже говорит не мусульманка но я себе не позволяю так разговаривать так рубить так оскорблять применять нецензурные слова в адрес например она говорит если я даже вот с вами разговаривая вы мне говорите противоречия да моим воззрением я не буду вас оскорблять в ответ хотя например я может быть в какой-то степени на вас злюсь у меня может быть есть злость но я себе такого не позволю то есть это нравственные качества а вот в исламе у вас как говорит если даже ты делаешь какую-то оплошность это наше упущение дорогие сестры и над этим надо работать и об этом я всегда напоминаю да вот и себе и вам да что смотрите если кто-то сделал ошибку да как у вас если кто-то ошибку сделал мало того что его и его с самого там оскорбили а еще и говорит о позоре то есть выносится это все на всеобщее обозрение и это все что делается для чего это говорит делается для того чтобы этого человека унизить и показать ну вот я ж такая хорошая я там ношу хиджаб ношу никаб да потому что она приводила мне а прям показывала скрины а сестер у которых вполне страница полна напоминаниями об Аллахе и одеты в никаб и какие слова они ей писали какие проклятия они на нее писали ну как они с ней обращались это не подобает мусульманке это мусульманке не подобает если ты хочешь призвать если у тебя реальное намерение очистить то ты не так должен это делать но суть не в этом я имею ввиду что человек когда находится мы пришли да к с вами тому что человек когда находится в эмоциональном и это духовное выгорание да вот то если он приходит и говорит например когда приходит ко мне на консультацию говорят мне это не нравится я вот я вот там совершая намаз но часто его пропускаю потом восполняю там я никак не могу открыть куран для прочтения там я никак не могу там что-то делать делать дополнительно то есть никак не могу там начать там требовать знания вот это уже говорит о том что человека это волнует и просто ему нужна помощь да но есть те которым даже если ты говоришь сердца их не открываются то это уже все по воле Аллаха Аллах кого запечатать поэтому и важно чтобы человек сам понял потому что я не изменю вас Всевышний Аллах говорит да я не изменю вас пока вы сами не измените себя и поэтому как понять что вот ваше у вас появилось это выгорание и что происходит тогда когда у человека физическое эмоциональное выгорание на что это выходит на эмоциональное перенапряжение да вот перенапряжение в том или ином состоянии когда приходит бывает что например выгорание происходит на работе а страдает все остальное да поэтому изменяется чувство или частая апатия вот ко всему не радует ничего да вот то есть это как происходит когда человек например там не чувствует сладость от поклонения вот то есть например проверка делаю намаз но не чувствую сладость намаз делаю там как уже вот просто на автомате там я же должна делать вот и делаю да вот потом что происходит еще происходит то что любой там где-то сама читаю если сама говорит не читаю то, например, если даже поставлю вот, ну, не чувствую сладость от этого, это о том, что у человека упал иман, да, вот, или бывает, оно бывает двойное, или бывает, человек впадает вот это в апатию, да, его ничего не радует, все, что бы не происходило в его жизни, ему все равно не то, ему все равно не так, или бывает обратная сторона, да, вот противоположная сторона, это наоборот, чрезмерная, это вот это называется юмор весельчика, да, вот, то есть чрезмерная что? Все, ему все наоборот, у него все наоборот, его все радует, как бы, это не то, что довольство, потому что есть третья сторона, да, когда у человека здоровое эмоциональное состояние, да, то есть его поклонение ему приносит радость, да, он чувствует, у него есть чувство благодарности Всевышнему Аллаху, да, который круг мы с вами разбираем, да, вот, а вот этот юмор весельчика, это то, что даже если он там не делает там то или иное поклонение, ту или иную работу, и в это радует, ну, все хорошо, то есть это такая вот защитная реакция, кто-то защищается апатией, кто-то защищается юмором, да, вот, еще бывает там чувство неудачи, кто испытывает там чувство вот этого безуспешности, да, там, в чем, в том, что, ну, буду я совершать, ну, преуспею, не преуспею, а может быть, вот буду много делать, а он все равно не примется, да, вот, бывает себя вот так вот обманывать себя такими чувствами, да, дальше раздражительность, раздражительность на все, на любое, вот, иногда бывает, путают это с джинном, вот говорят мне, я не могу слушать Коран, у меня, наверное, поражение джинном, на прошлом занятии в мечети, ученица одна моя подошла и говорит, наверное, а можно, говорит, мне кто-нибудь от джинов почитает, ну, вот, ну, я говорю, ну, можно, а в чем причина, говорит, ну, то есть поражение есть или нет, он говорит, ну, я думаю, что вот у меня джин, я говорю, аж в смысле джин, как это проявляется как-то, или что-то еще, сихра, он все равно как-то проявляется, нет, просто я вот, ну, явно видно вот на лицо как бы выгорание, да, и потом мы поговорили, вот, нам нет никакого джина, там просто есть усталость, и можно это привести в порядок, ну, не знаю, в пятницу узнаю, иншаллах, что она сделала за неделю, и как у нее это получилось, просто дала ей там рекомендации, как что сделать ей, иншаллах, я думаю, что если будет делать, по воле Аллаха будет хорошей причиной, по воле Всевышнего Аллаха, все только по воле Аллаха, но мы берем причины, мы не сидим и не думаем, а, все по воле Аллаха, а если Аллаху будет так угодно, это произойдет, и сейчас мы к этому придем с вами, да, какие причины мы должны брать, сначала мы поймем, что вот мы поняли, что у нас, как мы поймем, да, вот, раздражительность, то есть на все раздражается человек, его и все, и его и работа это раздражает, и дома его все раздражает, и поклонение его его раздражает, да, он делает это поклонение, но оно ему вот как будто бы оно ему где-то, вот мешает оно стать ему счастливым, там, или что-то еще, все ему мешает, да, вот. Вот, дальше, как мы можем понять, вот, в плане мышления, да, то есть что, снижается концентрация внимания, почему снижается концентрация внимания, потому что, когда много-много взвалили на себя, да, то мозг у нас тоже не резиновый, вот, мозг у нас тоже не резиновый, он не может вместить в себя 100-500 заданий, поэтому ему задания нужно давать дозированно, и когда снижается концентрация внимания, это значит, что вы очень много взвалили на этот мозг, вот, дальше там, и, конечно же, вследствие чего, вследствие чего появляется черствость, если у человека есть черствость, значит, это и есть выгодительность, выгорание, это упадок имана, да, дальше, как физически может изменяться положение человека, когда у него выгорание происходит, у него что, у него нарушается сон, появляется утомляемость, как следствие этого снижение иммунитета, мы уже с вами как-то тоже на одном эфире обсуждали, да, как нужно уделять внимание своему телу, как на нас влияет сон, да, какое может он оказывать на нас влияние, поэтому, вот, мы поняли, это такие одни из причин, да, вот, того, что как может возникать, да, выгорание, да, ну, и если вот вы почувствовали, что у вас, все, вы узнали, вы поняли, что у вас эмоциональное там или рабочее выгорание, да, когда на работе, например, выгорание, да, работа вас не радует, у вас постоянно напряженная рабочая обстановка, конечно, любая работа, она связана с ответственностью и определенным стрессом, но это совсем другое, да, любая работа, которую бы не делал человек, она связана с ответственностью, потому что на вас возлагается какая-то ваша обязанность, которую вы должны сделать, и это ответственность, да, дальше в этой работе будет определенный стресс, да, почему будет стресс, потому что, ну, для организма стресс, это не только когда мы там рвем и мечем, там, нервничаем и все, нет, для организма стресс это даже когда вы, например, я, вот, у меня обязанность прийти сегодня к вам в 12.00 и преподать вам урок, да, дальше, что у меня с этим связано, во-первых, у меня есть ответственность, все, я знаю, что там в понедельник в 12.00 я должна быть на месте, да, вот, для этого я создаю определенные причины, да, то есть я не хаотично там думаю, а когда они, ну, в понедельник придет там, и я приду, то есть я делаю для этого причины, для этого, например, я смотрю, отодвигаю какие-то свои дела, да, там, то есть стараюсь быстрее это сделать, потому что это такое время обеденное, я там не успею что-то приготовить, да, вот, то есть это такое уже время, потом мне нужно собрать определенную информацию для вас, а что требует чего? требует усилий, да, например, там, если я что-то как-то не успела где-то, да, если я не успела в течение недели подготовиться вдруг, а бывает и такое, вот, то я, например, если я готовлюсь в воскресенье, я думаю, все, завтра у меня прямой эфир, завтра сегодня точно я должна подготовиться, если я где-то не успеваю, я могу, я жертвую своим, как бы, сном, да, любое, любое то, что, чем ты как-то отодвигаешь свои какие-то потребности, которые ты привык делать, всегда, то у тебя для организма это стресс, и для тебя это стресс, да, вот, поэтому в работе всегда, всегда он связан с определенным стрессом, не с таким стрессом, что вот я у меня прям все, что я стресс, у меня там постоянная нервотрепка на работе, нет, это просто в хорошем смысле стресс, да, но на работе выгорания, да, если у вас, если эта работа вам в тягость, то есть вы делаете свои обязанности, и вот вам тяжело их делать, они не вызывают у вас чувство удовлетворенности, извиняюсь, то есть, например, если преподаватель приходит, преподает урок, и с урока выходит уставшим, конечно же, определенная усталость будет, например, вот я с вами, я говорю, вот у меня, у меня особенно такие дни есть, когда я говорю по три часа подряд, то есть у меня между уроками вот буквально нет времени вообще, там я, ну, прошу там пять минут просто там попить воды, да, попить теплой воды, потому что постоянно задействован голос, да, твой, вот, и бывает так, что вот те дни, когда у меня три урока подряд, вот, уже на третий урок я выхожу, у меня, конечно же, будет усталость, я проговорила, вот, но я выхожу с чувством удовлетворения, но с чувством усталости, и я вот потом, я не могу просто говорить, даже разговаривать с детьми, я не могу, я говорю, мне надо помолчать, вот просто, просто в тишине помолчать, ничего не смотреть, ничего не слушать, никого не слушать, мне просто нужно помолчать, потому что я три часа отговорила, вот, и буквально там на перезагрузку человеку достаточно немножко дать себе отдохнуть, и, альхамдуля, все возвращается в той же, в ту же пору, да, но вместе с этим наслаждение и удовлетворение этой работой, она не уходит никуда, а когда человеку в тягость это, он приходит с работы у старшего, он не хочет идти на эту работу, потому что он понимает, что там сейчас, что будет происходить, и что мы будем делать, и что он будет делать, да, ему это не хочет, вот это называется выгорание. Вот, поэтому нужно смотреть, да, что и как можно себе облегчить, чтобы из этого выгорания выйти уже, если вы уже впали в это выгорание, да. И бывает выгорание наступает тогда, например, на работе бывает, это отсутствие каких-то достижений, то есть много нагрузки, это плохо, вообще отсутствие нагрузки, это тоже плохо, совсем маленькая нагрузка, поэтому, как говорят, вот в плане, если религиозного выгорания, мы посмотрим, да, это упадок имана, да, что или человек вообще ничего не делал, да, ну, то есть не совсем ничего, и вот он пять намазов свои делал, да, там, и всё, и больше ничего, никак он не развивался, и это всё, вот, я всегда, когда ко мне приходят, я говорю, вспомните свой первый намаз, вот как вы его совершали, какие у вас были ощущения, и сейчас какие, есть разница, если есть разница, то да, есть упадок имана, если нету разницы, то значит всё хорошо, вот вы тоже на себе это попробуйте, вот вспомните, как вы совершали свои первые намазы, да, когда вы только встали на намаз, как вы их совершали, и как вы совершаете их сейчас, поэтому вот отсутствие вот дополнительных поклонений, да, и вот эта подпитка мотивационная, да, достижение каких-то целей, она тоже плохо влияет, и тоже человек может прийти к этому выгоранию, да, вот, поэтому, и, конечно же, если на работе, например, в частности работа, или когда человек, например, занимается то, что ему не соответствует, например, он не хочет этим заниматься, но он вынужден, вот он приходит на работу, да, вот, но его, это не его, он этим не хочет заниматься, это совсем не его уровень, это не потому, что эта работа плохая, ну, потому что он в этой работе никак не развивается для себя, для своей личности, он не будет выходить в рост, и поэтому это тоже может привести к выгоранию, поэтому, когда приходят, иногда бывает, мамы приходят тех детей, которые там, например, занимались, занимались там спортом, и бросили, в определенный момент взяли, бросили, это произошло выгорание, по причине того, что этот ребенок вообще не хотел этим видом спорта заниматься, он другим хотел, они его на борьбу отводили, а он футболом хочет заниматься, ну, отдайте его на футбол, пусть скачет тебе там, бегает, мячик подпинает, пусть этим занимается, что вы из него делаете там, что вы из него делаете там, того, кого он не хочет этим быть, это харам? Нет, не харам, он делает что-то запретное, нет, не делает ничего запретного, ну, дайте ему, посмотрите, как он будет заниматься, как он сам будет собираться на это, и вы даже не будете его заставлять, вот, поэтому, например, если там уже все, выгорание есть, иман упал, что нам теперь делать, как из этого состояния выходить, а выходить нам нужно как? Нам нужно возвращаться к своему балансу, да, и построить себе такое, свое личное, то есть каждый из вас, почему я сказала, что я нарисую, а вы сами проекцию себе будете делать, то есть каждый из вас сам себе будет делать, потому что каждый из нас, исходя из своих возможностей, да, и есть такое колесо баланса, да, вот, мы сегодня с вами разберем только духовность, вы по этому типу можете разобрать все другое, да, работу там, домашние дела, отношения даже с супругами, отношения с детьми, отношения с родителями, там, с какими, с родственниками, и все остальное, вы по этому типу можете это все проделать, да, вот, сейчас я вам буду фотографировать, вот, то есть, духовность, и вы сразу, если у кого-то ручки бумажка под рукой, можете сразу же рисовать, пока просто вы дождетесь, когда выложат запись, поэтому можете это проделать уже, это, сейчас я буду вам говорить, вот, и вы будете это тестовать и делать, так, вот, я сейчас напишу, колесо баланса, я надеюсь, я стараюсь писать вам понятным почерком, не всегда он такой, бывает быстрый и непонятливый, Амдуля, так, смотрите, я сейчас фоткала вам, я послала, вот, колесо баланса, да, вот, и баланс, да, вот мы сегодня разбираем с вами духовность, то есть иман, да, это наше первое, чем мы занимаемся, вообще должны заниматься всегда, да, вот, и я написала тут, от 1 до 10, вы сначала делаете оценку, то есть оценка, да, как вы оцениваете свою духовность, от 1 до 10, и, то есть, дальше, вы пишете, то есть вы это сами пишете, обычно я это на консультации, если приходят, мы делаем это вместе, но вы будете делать это сами, но я и так с вами это делаю, просто каждого из вас я, ну, посмотреть не смогу, но если прям сильно кто-то запутается из вас, можете написать, иншаллах, вот, вы делаете оценку, то есть от 1 до 10, как вы оцениваете, ну, например, вы говорите, у меня она там, на нуле не бывает, сразу же говорю, на нуле это все, это неверие, поэтому иман, ой, у него вообще имана нету, если он там что-то из поклонений нарушает, не совершает, или даже впадает в греховного, то так говорить нельзя, сестры дорогие, вот, каждый из нас должен для себя это понять, на нуле это когда имана у тебя нет, ты не мусульманин, если у тебя есть хоть с весом пылинки иман, то ты можешь еще из этого, из этой пылинки выбраться, да, и цветущий сад сделать, так, дальше, вы оцениваете оценка, например, я говорю, он у меня на двоечке, да, два, я на два оцениваю, дальше, что делаете, дальше у вас такая вот шкала, я сейчас ее нарисую, вот здесь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот, и пишем, один, два, три, четыре, пять, шесть, я сейчас вам сфотографирую, это я пишу, озвучиваю, а вы потом, если вдруг будете пересматривать, напишите себе сам, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, дальше, две ручки возьмете, одну красную, одну черную или синюю, какую угодно, просто разного, два разного цвета, да, для чего это нам нужно, сейчас поймите, вот вы отмечаете, я на двоечке, я оцениваю, как на двойку, дальше, вы пишите, сейчас давайте я вам вот это сфотографирую, и еще дальше объясню, надеюсь, что мы, если что-то непонятно, сестры, сразу здесь пишите, спрашивайте, хорошо, вот, дальше, что вы делаете, но я что-то неудачный себе листочек взяла, необычно такой большой, четвертого формата, вот у меня такая рабочая тетрадка, вот, если кто-то возьмет ее почитать, вообще ничего не поймет, тут просто бывает, просто слова, слова, и непонятно, что, каша, ну, ладно, ахамдулля, так, смотрите, вот я вам отправила, да, все, вы пишите, что сделать, сделать, чтобы была десятка, но вы делаете это, исходя из своих возможностей, понимаете, то есть, например, у кого-то, что будет вас, доставлять вам радость, но при этом не будет ущемления, каких-то других ваших потребностей, потому что, дорогие сестры, да, мы нуждаемся в имане, мы нуждаемся в крепком и высоком имане, но вы не можете делать так, вот, например, ко мне приходила свекровь, да, не моя свекровь, а свекровь другой сестры, да, и она хотела, ее просто, она не хотела, очень такая богобоязненная была женщина, и она не хотела притеснять, и она считала, что я притесняю, вот она пришла с вопросом, с запросом, что я притесняю свою невестку, вот, но на самом деле она не притесняла, на самом деле, тут было то, что, например, смотрите, невестка, да, совершает намаз, понятное дело, все, все, после намаза она там делает аскары, аскары делает долго, по дому, ну, эта свекровь, она живет отдельно, да, от них, вот, но она видит, что отношения сына со снохой, да, ухудшается, и она, нет, нет, периодически бывает в этом доме, и она видит, что вот, дальше там, невестка там, совершила намаз, сидит долго, долго, она, говорит, читает аскары, а дальше, после аскаров, читает, Кур'ан, и берет там не, не пять страниц там, а целый джуз, хорошо, это понятно, что это прекрасно, да, но кушать не готово, дома не убрано, грязь, грязь, не просто там, там, здесь сегодня я не успела прибрать, да, а такая, которая накапливается, что значит, там давно-давно не убирали, дальше, свекровь, это говорит, я могу прийти, говорит, прийти, аль-хамду-ля, у меня силы есть, все, говорит, но я просто, когда, указываю, что, говорю там, можно же там, например, утром, пораньше, на фаджер, намаз там, за полчаса до фаджера, встать, почитать, да, можно это сделать, можно распределить, да, дальше, вечером приходит муж, кушать не готова, почему кушать не готова, я на один урок зашла, я на другой урок зашла, я намаз совершала, после намажа я аскар читаю, куран читаю, значит, ты против поклонения, уж приходит домой, ничего не готово, дома бардак, играет, хорошо, детей еще нет, если дети будут, что будет с детьми, если это не остановить, и это не к тому, что мы против поклонения, нет, это к тому, что нужно все балансировать в своей жизни, потому что, да, мы созданы для поклонения, и у этой, с этой невесткой, когда работали, она говорит, ну мы же созданы для поклонения, но все другое, которое вы будете делать, это тоже поклонение, вы не можете отложить в сторону это, и заниматься только одним, потому что у вас страдает семья, с мужем отношения плохие, муж постоянно злой, да, там, и он уже домой не хочет приходить, матери говорит, думаю, вторую жену взять, мать говорит ему, если ты возьмешь вторую жену, ну как бы, эта жена может не потерпеть, может уйти, или, ну как бы, ты сам морально можешь не потянуть, да, не все же это выносят, не потому что мы против многоженства, нет, это Всевышним Аллахом разрешено, и мы кто такие, чтобы против быть, да, ну просто при соблюдении условий, без проблем, вот, что происходит, да, и просто когда, вот, налаживание этого баланса происходит, все, и кушать убрано, и ты поклонение сделал, и все, 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 все это хорошо, поэтому у каждого своя оценка того, как сделать, чтобы он оценивал на десяточку, исходя из своих возможностей, этот, этот баланс может с каждым разом меняться, и с каждым разом все больше, больше запросов может быть, например, смотрите, скажу вам, что сделать, чтобы была десяточка, например, намаз совершаю, да, я пишу здесь, я вам это все отправлю, первое, намаз пятикратный, у меня есть там, например, и ставите там красную галочку, и сестры, вот научитесь, да, вот кратко излагать свои мысли на тетрадку, да, и понимать, вот я написала намаз пять, я не напишу намаз пять раз в день, еще три слова лишние, зачем они, все, вы понимаете, раз намаз пять, значит пятикратный намаз, вот, поставила галочку, потом, вот, никак не научусь читать, например, Куран, да, и вот пишите, да, таджвид, и вот, если бы я научилась читать, иногда бывает приходит, вот, научиться бы мне читать Куран, я думаю, что все было бы у меня вот хорошо, то есть вы оцениваете, что будет десятка, да, значит, идем к этой цели, все, значит, таджвид, минус ставите, да, что для этого, дальше потом, сейчас я это сфотографирую, потому что страницу придется перевернуть, сейчас, дайте обратную связь, сестры, у кого что получается, или просто кто-то сидит и просто слушает, может быть, у кого-то вопросы есть, какие-нибудь, в общем, дальше, что для этого нужно сделать, вот в этом круг, это я духовно сделала, потому что здесь будет, например, работа, здесь будет отношение с мужем, отношение с детьми, отношение с родителями, то есть даже эту духовность можно поделить, но я сейчас вам не буду делить, потому что это у нас на три часа растянется, даже эту духовность можно поделить там, Ну, мы, в общем, делаем, это тоже будет хорошей пользой для вас. Дальше, что нужно сделать, чтобы таджвита, например, смотрите, ага, вот в день, сколько я могу уделить, да, вот. Вот, и дальше смотрите, начну изучать таджвит, я здесь в кругу пишу вам, чтобы вам было понятно, таджвит, и что для этого мне нужно, например, найти учителя, пишите, кто-то найти учителя, да, кто-то просматривать уроки. У нас, например, есть курс ТДН, да, на курсе ТДН он чем удобен? Тем, что вы просматриваете уроки в любое удобное для вас время, вы сами себе рассматриваете, да, там, уроки, там, они небольшие, короткие, да, вот, и удобно вы себе сами выбираете время, то есть вот просматриваете, найти учителя, кто-то бывает так, что он только индивидуально может воспринимать информацию, ему и не запись информации никакой, и в группе заниматься тяжело, у всех разное восприятие. Дальше, например, все, найти учителя, просматривать уроки, и смотрите, сколько я могу от маленького, вот, внедряете на одну неделю, первая неделя, смотрите, например, я пишу, да, за одну неделю вы даете себе программу изучить пять букв. Все, эту неделю вы изучаете пять букв, не десять, не весь алфавит, а именно пять букв. И часто вспоминайте этот хадис, который сказал пророк, салиллах алейхиу ассалям, тот, кто встал на путь знания, тому Всевышний Аллах облегчит путь в рай. Там не сказано, тот, кто встал на путь знания и за один день изучил алфавит, не сказано. Вот это всегда себе напоминайте, что главное встать на этот путь. Это не к тому, что мы нам, например, а все, там, кто-то себе опять-таки же это берет и понимает по-разному и говорит, ну, я же стою на это, я там раз в месяц там что-то сделаю, я же так стою. Нет, это имеется в виду, что не надо думать, что нужно на себя сразу же много нагрузить, исходя из своих возможностей. Все, одна неделя изучить пять букв. А так вы проделаете, проделываете вторую неделю, можете делать это месяц. То есть первую неделю вы сделали, внедрили тебе это, потом смотрим опять, как получилось. Все, вы довольны. То есть у вас что? У вас из двойки в тройку перешло ваше состояние. И вы отмечаете, все, я на тройке уже. Вы видите уже свои результаты. Это дает еще больше мотивацию. А когда вы, например, скажете, мне надо за одну неделю выучить весь алфавит, и у вас это за неделю не получается, в силу вашей занятости, работы, бытовых каких-то обстоятельств. Все. Вы видите, что вы стоите на одном месте, и вам это становится опять-таки же опять неинтересно. Опять у человека, опять он, и так он не может выйти из этого выгорания, и опять он впадает в это выгорание еще глубже, потому что, ну, потому что что? Потому что у него это не получилось. А не получилось это по той причине, потому что он неправильно это распределил. Дальше. Смотрите, вторая неделя уже, вот первую неделю делал, вторую неделю. Можете сказать, ага, могу взять уже на второй неделе, если у меня первую неделю получилось изучить пять букв, вторую неделю я беру изучить семь букв, не десять. Да, почему? Потому что вы опять-таки же, если вы сейчас опять себе начнете давать нагрузку, то все, опять произойдет что? Произойдет опять сопротивление этому. Дальше. Итак, вы работаете там три недели, третья неделя прибавляете еще, четвертая неделя. И дальше отмечаете себя. Ага, я уже, уже на четверочке. Все. И вы вливаетесь в это. Все уже к концу, вот все, вы выучили алфавит, уже начинайте правила. Правила тоже там. Выучу одно правило в неделю. Дальше там. Выучу или одну неделю одно правило, потом еще в неделю, еще два правила. И вот так. То есть потихоньку, постепенно внедряете. Когда вы уже достигаете, вы видите свой результат, и вы дойдете до десяточки. Все. Ваша цель достигнута. И часто люди говорят, сейчас я вам отправлю эту фотографию, и в заключении скажу, да, что, например, люди говорят, у меня упал иман. Хорошо. У меня упал иман. Дальше говорят, когда у меня иман повысится, я буду делать то-то, то-то. Когда мой иман достигнет того уровня, я буду делать то-то, то-то. Когда у меня повысится иман, я буду больше поклоняться. Мои дорогие, иман не повысится, если не будет деяний. Если человек будет сидеть, бездействовать и ждать, когда повысится его иман, этого не произойдет никогда. Почему? Потому что, когда человек начинает деяние делать, то есть деяние, он видит свои плоды в этих деяний, вот иман наш повышается от чего? От поклонения. Чем больше человек делает поклонение, тем больше повышается его иман. Почему? Потому что это цель сотворения нас. Вот мы сотворены быть рабами всевышнего Аллаха. В нас рабство заложено, и мы сотворены только с одной целью – поклоняться всевышнему Аллаху. Если мы не достигаем этой цели или как-то прерываем эту цель, то тогда у нас начинаются депрессии, у нас начинаются вот эти выгорания, у нас начинается падать наш иман. Все это от упадка имана. Все эти депрессии, выгорания – это то же самое, что упадок имана. Вот. Поэтому человек должен что сделать? Начать делать. Потом. И нужно посмотреть, как начать это делать. То есть, например, бывает так, вот человек хочет сказать там, чтобы мне… Ну, вот я хочу, чтобы у меня поднялся иман. Ну, для этого, думаю, мне надо себе воспитывать щедрость. И берет все свои деньги, сбережения, все отдает на садаха. Сам остается ни с чем. Потом что? Потом начинает испытывать что? Нужду? И что? Получается? И некоторые бывают так, что скажут, ой, я зря потратил. Все, его дела что? Четные. Если он считает, что зря я потратил. Или думает, надо было не отдавать столько денег. Тебе надо было оставить. Получается, что он свое поклонение это аннулировал сам. Потому что в нем не было искренности. И намаль армалю бинният. Все дела по намерениям. Вот. Но если этот человек будет начинать с малого, например, по 100 рублей каждую пятницу. Кому-то давать. Или, как я помните, вам рассказывала, эффект двух покупок. Вот идешь в магазин, купи лишнюю шоколадку, угости кого-то из своих соседей мусульман. Даже своих тамочадцев угости дополнительно. Да, там что-то. Это будет развивать у тебя щедрость. Идешь на джума. Это я мужчинам говорю. Идешь на джума. Знаешь, ты каждый раз с одним и тем же братом встречаешься со своим. Возьми ему шоколадку, угости его. Вот каждую джума это делать. Постоянство делать. Сегодня шоколадку угостил, завтра еще больше там, да. И все, ты увидишь, как ты от того, что ты совершаешь поклонение, ты начинаешь укрепляться. А когда человек стоит на одном месте и говорит, когда мой иман повысится, я буду совершать эти поклонения, так не получится. Никогда так не будет, да. Почему? Потому что иман повышается только посредством поклонения. Когда человек совершает поклонение, вот к нему приходит эта удовлетворенность, складывается от поклонения. И если в нем есть искренность, да, вот, и в нем нет примеси ни показухи, ничего по намерению. Намерение у него сделать, это только ради Всевышнего Аллаха, да, ради довольства Аллаха, то впоследствии у человека будет повышаться иман. И вот так можно выйти, иншаллах, из этого, из выгорания, которое чаще встречается у мусорьба сейчас. Так, хорошо, сестры дорогие, основная часть нашего урока закончена. Если у вас есть вопросы, давайте уделим вашим вопросам время, иншаллах, и закончим наш эфир. Esozać, docs. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Спасибо. 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 Сестры, смотрю, от вас нет вопросов. Все понятно, иншаллах. Сейчас еще одну минуту подождем. Если не будет вопросов, то иншаллах закончит. Тогда наш эфир. Одна сестра поддавалась научению о том, что она мало поклонялась и так далее. Сейчас депрессия. Может ли начаться выгорание от наущений? Да, конечно же, шайтан же не дремлет. А выгорание – это что? Выгорание – это оставление, даже бывает выгорание, если глубокая стадия выгорания, это оставление всех своих обязанностей. То есть человек полностью девальвирует то, что у него есть. Он перестает делать работу. В поклонении, если взять духовность, он перестает делать намазы или часто пропускает эти намазы. Дальше ничего ему не хочется делать. И бывает так, что если совсем глубокая стадия, то выходит, даже может выйти из ислама, оставив свои прямые обязанности, основы. Поэтому, ну а какая цель у шайтана, у нашего главного врага? Что сделать? С собой забрать как можно больше с собой в ад. И поэтому вполне возможно, что когда есть сестру наущения, то с этими наущениями нужно работать. Вот. И это можно от этого избавиться, и выйти из этой депрессии тоже можно. Так. Заснул кто-то под мой голос. Машаллах. Так, хорошо. Приятного сна вам. Так. Баракаллах. Вафики Баракаллах. Все по полчаса, на что обращать больше внимания. Пусть Аллах поможет. Так. Кажется, я взорвала на себя слишком много, и поэтому не знаю, за что взяться, и ничего не делаю от того, что нужно, но не знаю, за что взяться. На Ютубе посмотрите, поищите мой эфир. Он называется Прокрастинация. И там есть техники, которые я давала, «Как сделать так, чтобы все успевать». Сейчас я поищу. Сейчас у меня, если есть, если я быстро сейчас вам найду табличку, потому что компьютер живет своей жизнью, и он мне прячет все, и мне нужно долго искать. Сейчас, мои дорогие. Если я сейчас найду, если я сейчас не найду, то я найду вам и отошлю чуть попозже. Так, я нашла, но он, опять-таки же, долго грузит. Сейчас я пришлю. После урока я пришлю вам. Попробуйте эту технику использовать себе. Вот, то есть, прям там надо прописывать, да? Вот. Но поищите этот эфир, иншаллах. Посмотрите. Я следую вашим неизвальностям. Постепенности. Алхамдуллах. Машаллах. Баракаллахфикум. Сабина. Машаллах. В клубе встречаемся. Сегодня, кстати, сестры, у нас вот клуб есть, да? Спутница Корана. И присоединяйтесь, приглашаю вас, да? Сегодня у нас вот понедельник, понедельник, вторник обычно. Понедельник, вторник, пятница. Это в клубе проходят уроки мои, да? Вот мы сегодня разбираем хадис Джибрииля. Алхамдуллах. Мы закончили разбирать хадис одиннадцати женщин. И начинаем... Завтра, кстати, у нас читательский вечер. Мы завтра начнем читать сиру пророка, саллиллах алейхи вассалям, с разборами там, с примерами. Вот. Иншаллах. Так что присоединяйтесь, сестры, кто еще не в клубе, присоединяйтесь. Добро пожаловать. И всех вас ждем. Всем рады. Хорошо. Тамам, сестры. Смотрю, у вас больше вопросов нет. Если что, будут вопросы, пишите. Иншаллах. Так. А, еще, сестры, важное заявление хочу сделать, то, что у вас два понедельника, у вас не будет прямых эфиров. Вот. Так как я уезжаю в Сафар, я еду в тюрьму к мужу. И мне нужно доехать до этой местности. Потом в тюрьме нету связи, естественно. Вот. Поэтому 11 и 18 декабря по понедельникам, да, наши эфиры, которые проходят, у вас их не будет. И, иншаллах, возобновятся они с 25 декабря. Я на связи по мере возможности, да. Если что, можете писать мне, если у вас будут какие-то вопросы. Кто, вот, например, делает вот эти таблички, которые мы делали, если у кого-то будут вопросы по ним, можете скидывать. Я по мере возможности отвечу. Иншаллах. Хорошо. Субханаки Аллахума бихамдика. Ашхаду аля иляха иля ант. Астахфиру кеу аатубу иляйх. Да, да. Вот именно этот эфир. Посмотрите этот эфир, иншаллах. И если будут какие-то вопросы, можете написать. Спасибо. Спасибо.